Русская мафия в Германии уступает только арабским кланам. В прошлом году по делам русской мафии немецкая полиция вела 26 расследований, на 3 меньше, чем годом раньше. Русская мафия – термин в Германии неофициальный, его для красного словца и простоты придумали немецкие журналисты. В официальном же отчете Федерального ведомства по уголовным делам ПКО, о положении дел СОПК в Германии в 2018 году соответствующая глава называется так, российско-евразийская организованная преступность. Этот отчет представляли на пресс-конференции в Берлине 24 сентября министр внутренних дел Германии Хорст Зи Хаффер, Хорст Зи Хаффер, и директор ПКО Хольгер Мюнх, Олгер Мунч, отмечает DW. Общий знаменатель, по которому организованные преступные группировки, действующие на территории ФРГ, занесены в упомянутую главу, язык общения, соответственно, русский. А характерными отличительными чертами таких ОПК являются традиции воров в законе и наличие общака. Общак, поясняют авторы отчета непосвященным читателям, это общая воровская касса. В этих группировках, говорится в отчете ПК, доминируют лица, родившиеся в одной из постсоветских стран, а также лица, родившиеся за пределами одной из постсоветских стран, но по своим культуре, истории, языку, традициям или предкам ощущающие себя земляками одной из постсоветских стран. В отчете перечислены все 15 республик бывшего СССР, выходцев из которых полиция Германии причисляет к русской мафии, но и специально оговорено, что в эту же категорию заносятся и члены банд из числа российских немцев-переселенцев. В прошлом году по делам русской мафии немецкая полиция вела 26 расследований, на 3 меньше, чем годом раньше. Это почти 5% всех следственных дел, заведенных в Германии по статьям, имеющим отношение к организованной преступности. В 7 случаях бандами заправляли граждане России, в 4 – Армении, еще в 4 – Грузины. Менее активны в сфере организованной преступности в Германии выходцы из Молдавии, Литвы, Азербайджана и Украины. Основные виды преступного промысла – угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей. В отдельную группу в главе отчета ПК «Российско-Евразийско-Организованная преступность» вынесена чеченская ОПК в Германии, точнее, банды, в которых они доминируют. На такие группировки в 2018 году было заведено 8 уголовных дел, 7 из них – по подозрению в рэкете с применением насилия. Чеченские преступные группировки, пишут авторы отчета, отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию, в трех случаях они фигурировали в связи с делами о попытках убийства и совершенных убийствах. Чеченцы, а также выходцы из других республик Северного Кавказа есть и в числе тех, кого правоохранительные органы ФРГ считают особенно опасными исламистами, потенциально готовыми совершить теракт. Есть ли связи между чеченскими ОПК и чеченскими джихадистами? Отвечая на такой вопрос корреспондент ЭДВ, Хольгер Мюнх заявил, что в прошлом году в четырех следственных делах были выявлены контакты между ОПК и лицами сферы политически мотивированной или исламистской преступности. Директор ПК, правда, был не уверен, что среди таких ОПК были и чеченские. В любом случае, подчеркнул Мюнх, это были контакты на уровне личного знакомства. Никакого структурного взаимоотношения между теми и другими, по его словам, не существует. По числу заведенных на русскую мафию дел, 26, она только на одно, 27, уступала преступным кланам выходцев из арабских стран и Турции. Такие кланы ПК заносят в общую арабо-турецкую категорию. Итальянская мафия, для сравнения, фигурировала в 13 делах. В целом же ситуация с организованной преступностью в Германии в 2018 году почти не изменилась. Всего было заведено 535 такого рода дел. В 2017 году – 572. Число подозреваемых, правда, изрядно уменьшилось, с 8317 до 6483 человек, но резко возрос причиненный ОПК материальный ущерб, с 209 миллионов до 691 миллиона евро. 31,2% фигурантов дел по статьям организованной преступности были немцами, 66,1% – иностранцами с четко установленным гражданством. Гражданство остальных 2,7% полиции определить так и не удалось. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.